Остров Гогланд Очень древний. Сотни миллионов лет назад родился я из вулканического огня. Тогда образовались мои горные породы. Вода омывала меня долгое время. Ледники шлифовали мои скалы. Последнее потепление климата освободило меня от большого льда. Около десяти тысяч лет назад я приобрел современный облик. Я был голым островом с каменными реками. Морское течение и птицы с материка принесли семена растений. Мое тело стало покрываться растительностью. Появились живые существа. Горный рельеф – моя гордость. Вершины каменного хребта возвышаются на высоту более ста метров. Среди холмов затерялись несколько озер. Скальные обрывы ограждают их от сурового залива. Прошли тысячелетия. Сюда пришли люди с большой земли. В давние времена на острове жили саамы. Моя память хранит их культовые обряды на камнях с углублениями в виде чашек. Пещеры использовались как убежища и места поклонения. Древний человек жил в гармонии с природой. Священные волны – сейды – особо почитались у моих сожителей. Многое изменилось с появлением у людей металлических орудий. Образовались шрамы дорог и раны от добычи камня для жилья и укреплений. Рыбаки и пираты заходили в бухты. Шведы, финны и русские осваивали остров и оставляли за собой могилы и заброшенные жилища. На окраинах, как иголки в теле, поднялись маяки. Северный маяк расположен на возвышенности. Южный маяк на берегу. Приятно, что они служат для судоходства по заливу. Кораблекрушения нередко случались поблизости. Иногда меня зовут островом погибших кораблей. Был случай более века назад. Налетел на скалы большой корабль. На высокой сопке, впервые в мире, была налажена радиосвязь с материком. Работы по спасению прошли успешно. Памятник изобретателя радио, петербургскому профессору Попову, моя гордость. К сожалению, люди воюют и истребляют друг друга. Вспоминаю набеги пиратов, русско-шведские морские сражения. Вершиной насилия была большая война прошлого мира. Жестокая битва на море произошла в начале войны. Из Сталина в Кронштадт прорывались суда Балтийского флота. В этом переходе из-за немецких мин и бомбежек погибли тысячи людей. Потоплены десятки кораблей. Многие спаслись на моей земле, но нет числа тем, кто остался здесь навечно. Эта война стала для меня самой разрушительной. Тысячи снарядов уродовали меня. Повсюду взрывали скалы, возводили окопы и огневые точки. Колючая проволока окружила остров. Этот миг насилия закончился, но раны будут заживать долго. В мирное время корабли на море продолжают попадать в беду. Недавно в шторм выбросило на берег большое судно. Морские волны гуляют по его пустующим палубам. Теперь он как памятник всем погибшим в море. Жизнь людей быстротечна и насыщена событиями. Они живут и работают на острове. Проходят службу военные, проезжают ученые и туристы. Мой жизненный ритм очень медленный по сравнению с человеческим. Я привык к их суматошной жизни. Временами люди причиняют мне боль. Они наполняют остров брошенной техникой и старым жильем. Надеюсь, мы найдем общий язык, когда человек будет любить природу как самого себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова